Вы слушаете передачу «Государство и мы». Я ведущий передачи Михаил Делягин, экономист. Мы обсуждаем с вами наиболее насущные, наиболее важные аспекты взаимодействия государства и нас, как людей, ну а с другой стороны и нас, как народа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о примере того, что государство может быть нормальным, о стране, которая последние 20 лет демонстрирует не только нам, но и всему миру возможность успешного нелиберального развития. То есть, она показывает, что можно не грабить свой народ в интересах крупных корпораций, можно преследовать интересы своего общества, а не превращать его в раба глобальных инвесторов, и это будет получаться. Это страна Беларуси. Так получилось, что я был там на прошлой неделе, достаточно внимательно смотрел то, что там происходит, общался с людьми, с представителями государства, с представителями оппозиции, с критиками, с защитниками, просто с гражданами. Ну, и хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями. Прежде всего, нужно сказать, что в Беларуси построено нормальное, честное, чёткое социальное государство. Там выплачиваются нормальные человеческие пенсии, там оказывается серьёзная социальная помощь. Но я могу привести в качестве примера то, во что даже я сам не верил, пока не столкнулся с людьми, которые эту помощь получают. То есть, в достаточно отдалённых деревнях человек, достаточно пожилой человек, бабушке за 80 лет, которая живёт одна, ну, просто потому, что она в силах. У неё есть родственники, она не хочет к ним приезжать, ей нравится жить в своём доме в селе, и к ней приезжает специальный социальный работник, который оказывает ей всяческую помощь. Вот это есть, это работает даже в не очень богатой стране. Хотя в России, насколько я могу судить, социальная помощь одиноким живущим престарелым – это безумная головная боль. Она не всегда оказывается даже в крупных городах. Несмотря на достаточно большую социальную нагрузку, нет безработицы, скажем, на том же Минском автозаводе 600 бухгалтеров, что является, безусловно, перегрузкой, головной болью директора. Несмотря на это, экономика достаточно успешная. Около половины экспорта приходится на страны Евросоюза. А причём это, безусловно, коммерческий экспорт. Это экспорт не только за счёт относительно низкой цены, но и за счёт исключительно высокого качества. Контроль качества в Белоруссии жесточайший. Мысль о том, что можно купить палёную водку в магазине, белорусу просто незнакомо, неизвестно. Качество продуктов таково, что люди из Евросоюза, не только из России, приезжают в Белоруссию, покупают там продукты. Скажем, Литва, страна, которая в Советском Союзе была одним из эталонов сельского хозяйства, сейчас находится под европейскими стандартами. И когда литовцы хотят купить качественную колбасу, которая качеством превышает европейские стандарты, качественную сметану, которая качеством превышает европейские стандарты, некоторые продукты, которые просто не предусмотрены европейскими стандартами, они едут в Белоруссию до сих пор. Продолжается технологический прогресс. Для нашей страны, которая доживает, доедает технологический задел конца 80-х годов, это кажется диким. Есть реально работающие технопарки, продолжается развитие технологий. Ну, простые примеры. Урожайность пшеницы в Белоруссии выше, чем в Российской Федерации. Хотя у них нет ни Краснодара, ни Ставрополья, ни даже Новосибирской области. Это было понятно в условиях советской системы, потому что тогда пшеница сеялась чуть ли не под Мурманском, когда там возникало очередное желание догнать и перегнать. Но сейчас, когда пшеницу сеют только там, где она действительно должна расти, урожайность пшеницы в Белоруссии по-прежнему выше, чем в Российской Федерации. За счет качественной селекционной работы, соблюдения агротехнологических норм, за счет того, что не все минеральные удобрения идут на экспорт, а то, что нужно, идет на нужды отечественного сельского хозяйства и так далее. Кстати, за счет личных подсобных хозяйств, крестьян, которые получают определенную поддержку от государства, но могу сказать, что мой оппозиционно настроенный корреспондент, мой знакомый, очень анти-Лукашенковский настроенный корреспондент одной из польских газет, он мне с ужасом рассказывал, что в одном из сельхозрайонов Белоруссии, где действительно работают на экспорт, работают достаточно эффективно, навоз возят в Мерседесах. Да, конечно, это старый, списанный Мерседес, ну, Мерседес, так сказать, такой пикапчик с низким полом, это очень удобно для колхозников, для, извините, для крестьян. Он совершенно искренне, совершенно спокойно объяснял, что я, конечно, не могу написать об этом в польской газете, потому что тогда меня уволят сразу. Потому что был прецедент, когда польских журналистов во время выборов президента Белоруссии в декабре месяце, по итогам, когда были беспорядки, была попытка госпереворота, по сути дела, он написал, что на тех там 18 участках, на которых я был, я не заметил никаких нарушений. То есть он написал это предельно корректно, предельно аккуратно. Он был уволен в течение недели после того, как он написал эту статью за непонимание политики. Безусловно, Белоруссия не райбелла. Белоруссия страна небогатая. Наряду с такими зажиточными селами существуют места, где сельхозработник получает 2000 рублей в месяц и живет, 2000 рублей российских, на российские деньги. И живет достаточно тяжело. Но при этом он получает дом, если у него нет дома. Он получает минимальные тарифы ЖКХ. Он получает бесплатное здравоохранение. Его дети могут рассчитывать на бесплатное высшее образование. То есть эти 2000 рублей обладают значительно большей покупательной способностью, чем аналогичная сумма в России, не только из-за более низких цен, но и потому, что очень многие вещи, которые в России не просто платные, а грабительски платные, в Белоруссии по-прежнему строят предельно дешево. Ну и у нас еще есть зарплаты на селе и 800 рублей, и 1000 рублей. И это никого особенно, в общем-то, не волнует. Возвращаясь к технологическому прогрессу в Белоруссии. Есть старая советская норма, что для того, чтобы страна сама обеспечивала себя продовольствием, на одного человека в год должно производиться одна тонна зерна. Вот в Белоруссии за счет развития технологий эта норма снижена до 800 килограммов, до 8 центнеров. Да, белорусская оппозиция кричит, бьется в судорогах, гневно обвиняет Лукашенко и правящий режим, как они говорят, в том, что недостаточно быстро распространяются современные технологии, которые позволяют снизить этот порог с 800 килограмм до 600 килограмм. В данной ситуации я с ними вполне согласен. Но, тем не менее, нельзя не сопоставить это с Российской Федерацией, потому что у нас до сих пор, как последнее слово науки и техники, применяются старые советские нормы еще с 70-х годов, и эти нормы никем, никогда и нигде не выполняются. Среди других вещей, которые бросаются в глаза в Белоруссии, это очень большая чистота, очень хорошие дороги. Ну, естественно, что центральная трасса, которая проходит, Москва, Варшава, которая проходит через всю Белоруссию, это вообще идеальный участок на всей этой трассе, это лучше, чем в Польше, лучше, чем в России, и, скажем так, не хуже, чем в Германии, немножко другие стандарты оборудования трассы, но везде карты, очень хорошая трасса. Но помимо этого, это абсолютная безопасность, полное отсутствие преступности, полное отсутствие организованной преступности. Что такое этническая преступность, народ просто не знает, и даже не догадывается, что бывает такое явление, просто не знает об этом. Отсутствие мелкой уличной преступности, очень спокойная, очень здоровая, очень, так сказать, достойно себя ощущающая общество. Люди действительно верят в то, что у них есть права, и, судя по их поведению, у них действительно эти права есть. Милиция выглядит как люди. Если поставить рядом российского, не знаю, как их называть, полицейскими, полиционерами, полицаями, в общем, этого деятеля из Министерства внутренних дел в синей коммундире и белорусского полицейского, такое ощущение, что вот, ну, не хочется говорить, что обезьяна стоит рядом с человеком, условно, это было бы не совсем правильно, и у нас тоже очень много честных милиционеров еще уцелело кое-где, кое-как, наверное. Но разница бросается в глаза. То есть, профессиональный адвокат по уголовным делам, когда он первый раз был в Беларуси лет пять назад, он меня просто схватил за рукав, тыкал пальцем и говорил, посмотри, у них глаженные брюки, посмотри, у них чищенные ботинки, посмотри, у них человеческие глаза, к нему можно подойти, задать вопрос на улице, это будет не страшно. То есть, это достаточно гуманное общество, общество, напоминающее советское общество. Высшее образование, огромная доля бюджетного образования, да, есть платная, но платность это весьма относительно, наши деньги это смешная стоимость обучения. Бюджет, бюджетников, очень много их доли не снижается, снижаться не будет. Достаточно хорошее здравоохранение, то, что касается обеспечения жизнью, это бесплатно. Курортная сфера, да, она стоит денег, но она стоит денег небольших. В принципе, нет безработицы. Да, это действительно накладывает, повторюсь, некоторую социальную нагрузку на производственный бизнес. Эта социальная нагрузка в ряде случаев мешает повышать эффективность бизнеса. Но в таких случаях эти предприятия, если они не стратегически, продаются инвесторам, в том числе иностранным. Скажем, сейчас продается иностранным инвесторам Минский часовой завод. Я думаю, что социальные ограничения на него будут снижены в связи с этой приватизацией, потому что, когда его продали своему участнику, то он обанкротился, может быть, в том числе и за высокой социальной нагрузки. Значит, белорусская экономика существует не только за счет сырьевой сферы, то есть, нефтепереработки, не только за счет химии, не только за счет транзита. Очень хорошо развито мышеностроение, мы все с этим сталкиваемся. У многих из нас на кухнях стоят минские холодильники «Атлант», бывший Минск. У многих из нас стоит другая бытовая техника. Трактор «Беларусь» как производили, так и производят. Правда, значительная его доля идет не в Россию, потому что у нас погибает сельское хозяйство, он у нас не очень нужен в третьи страны. Но производство идет, ну и Минский автозавод продолжает производить свои по-прежнему достаточно хорошие автомобили. Развивается агропромышленный комплекс, в том числе благодаря тому, что в России он уничтожается, и, соответственно, российский рынок продовольствия является естественным рынком для Беларуси. Развивается мебельная промышленность, успешно экспортируется не только в Россию, развивается легкая промышленность, производство обуви и так далее, и так далее, и так далее. То есть, несмотря на то, что Беларусь небольшая страна, население менее 10 миллионов человек, то есть, меньше Москвы даже по переписи населения, реальной Москвы меньше, наверное, в полтора раза, тем не менее, это достаточно диверсифицированная, достаточно развитая экономика. Ключевой вопрос отношений с Россией – это проблема интеграции. К сожалению, приходится слышать очень много упреков в связи с этим в адрес Лукашенко, что вот он хитрит, он юлит и так далее. Но, с одной стороны, глобальной конкуренции правил нет. Если вы управляете 10 миллионами людей, на несколько десятков тысяч человек меньше, которые находятся зажаты между Россией и Евросоюзом, между двумя достаточно серьезными, богатыми, конкурентоспособными территориями, вам приходится крутиться. С другой стороны, тема интеграции закончилась в 2005 году, когда договорились о введении рубля как единой совместной валюты, но при этом все понимали, что интеграция 140 миллионов человек и 10 миллионов человек, строго говоря, это поглощение. По-другому быть не может. Значит, возникает вопрос, какие гарантии Беларуси, какие гарантии белорусам. Введение общей валюты, это означает, что эмиссионный центр перемещается в Москву, что вся экономическая политика Беларуси де-факто будет определяться в Москве. Причем даже не в правительстве, а в Центральном банке, который формально от российского правительства независим. Соответственно, сразу возник вопрос о гарантиях, потому что сопоставление белорусской жизни с российской жизнью вызывает шок, ужас, и, в общем-то, Россия не является сейчас привлекательным образцом для подорожания, и тем более для интеграции. В качестве примера можно привести главную проблему белорусских директоров заводов, из-за которой они, скажем так, не очень любят сотрудничать с Россией и не очень стремятся развивать экспорт в Россию. Причина банально простая. Они не умеют давать взятки и не хотят уметь давать взятки, потому что в Белоруссии за это действительно по-настоящему сажают в тюрьму. Причем с высокой степенью неотвратимости. А, к сожалению, для того, чтобы войти на наш рынок, во многих сферах сделать это без взяток практически невозможно. Это является серьезным тормозом развития белорусско-российского экономического сотрудничества. Ну, понятно, что в этих условиях, условиях, когда деградация России идет 20 лет полным ходом, а Белоруссия все-таки держится, благодаря белорусскому руководству надо отдать ему должное, потому что других причин, кроме субъективного фактора, и высокой национальной культуры здесь нет. В этих условиях, к сожалению, когда идет речь об интеграции, то Россия обязательно должна, как более сильный участник интеграции, ставить вопросы о гарантиях для Белоруссии. Когда в начале 2000-х годов шли интенсивные переговоры на эту тему, российская сторона этот вопрос не поднимала. Когда этот вопрос начала аккуратно, вежливо ставить белорусская сторона, российское руководство сделало вид, что он не понимает, о чем идет речь. В этих условиях, конечно же, идея совместной, идея общей валюты, она просто была положена в дальний ящик. И интеграция на сегодняшний день развивается очень медленно, очень слабо, совершенно недостаточно с нефтяными войнами, с истериками, с взаимными обвинениями, ровно потому, что российская бюрократия, как более сильный участник интеграционного процесса, не демонстрирует должной вменяемости, не демонстрирует должной добросовестности. Я хотел бы вернуться к объявлению. Телефон студии прямого эфира 629-0873. Пожалуйста, звоните, вы попадете в прямой эфир, код Москвы 495, полностью телефон 495-629-0873. Интернет вещаний вы можете слушать по адресу, значит, как слышится, так и пишется. www.narodno-radio.ru Безусловно, что развитие Белоруссии сопровождается достаточно серьезными, достаточно глубокими проблемами социальными, психологическими и экономическими. О социальной нагрузке на бизнес я говорил, на бизнес я говорил. Есть такие, ну, то же самое, что было в Советском Союзе, потому что, в общем-то, восстановлено достаточно гуманное советское общество. Так, у нас звонок, я слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Здравствуйте. Любовь Васильев из Подмосковья. Да, Любовь Васильев. Вы знаете, почему у Белоруссии, у Лукашенко хорошо? Потому что он не разбазаривает свои земли, свое государство не пересекает на части, не продает, ничего не продает и не хочет. Вот вынуждено там чего-то теперь, нефтебазы какие-то уступить Газпрому. Но я хочу сказать, вы посмотрите, начиная с Ельцина, все время разбазаривает нашу Россию. Останется скоро Московское княжество. Любовь Васильевна, я понимаю, да, все правильно, так дело обстоит. В Дагестане, вот посмотрите, взяли и оторезали реку Самур. И Азербайджану отдали. Вы скажите, народ лезгины. Я не люблю кавказцев, много предателей у них показала жизнь. Но все-таки это Россия была, за которую Ермолов воевал. Да, Любовь Васильевна, совершенно верно. И, так сказать, кавказские народы разные. Давайте делать разницу у разных кавказских народов, все-таки там есть разница. И я думаю, что тот, кто отдал бы кусок Белоруссии, там, неважно, Азербайджану, Китаю, Норвегии, или что-нибудь еще, ну, просто он бы даже до тюрьмы бы не дошел. Его бы судили за государственную измену в Белоруссии, я думаю, правильно бы сделали. Пожалуйста, следующий звонок. Алло, здравствуйте. Здрасте. А скажите, пожалуйста, Михаил Юрьевич, вот можно ли судить по поведению нашего руководства и по отношению к Белоруссии, и к Ливии, и к многому другому, что они адекватны вообще? Потому что последнее выступление Медведева на этом экономическом форуме насчет того, что это не его выбор, государственный капитализм, это вообще вызывает или недоумение по поводу его, так сказать, внутреннего мышления, или что-то другое, о чем даже не хочется думать. Спасибо. Спасибо большое. У меня такое ощущение, что у нас в России создано государство, которое рассматривает и Россию в целом, и граждан России, просто как материал для переработки в личное богатство образующих это государство чиновников. С учетом такой мотивации действие российского руководства абсолютно прозрачно, абсолютно логично и абсолютно рационально. К сожалению, эта, так сказать, ориентация, она слабо совместима с существованием нашей страны, нашего народа, не говоря уже о нашей цивилизации. Возвращаясь к Белоруссии. Так, ну, хорошо, звонок, слушаем вас. Да. Слушаем вас. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да. Добрый день. Здравствуйте. Или утро. Я вот слушаю вас и не знаю, почему вы так нам говорите о Белоруссии. Мне вот 84 года, и я все 84 года все и подноготно знаю, как и все наши России. Вы говорите так, как будто о Обаме, который сомалиец пришел в Америку, мол, такое чудо пришло, Америка до чего докатилась. Вы о чем говорите вообще? Белоруссия мы знаем. Что они так говорят? Вы уж скажите, что вам надо. Вы вообще радио слушаете? Слушаю. Ну, вот выключите его, потому что вам это не помогает. Мы знаем все об этом. Все знаем. Знаем, что Лукашенко прекрасный правитель. Не то, что наш Медведев. А вот если вы все знаете, тогда зачем вы общаетесь с людьми? Я общаюсь с теми, которые чего-то не знают или чем-то интересуются. А люди, которые все знают и которым ничего не интересно, они могут выключить радио и заняться своим делом. Спасибо большое. До свидания. Возвращаясь к проблемам Белоруссии. Проблема достаточно внятная. Достаточно во многом унаследованная от советской цивилизации. То есть, они там проявляются. Они, в принципиально, не решены. Идет... Люди стремятся избежать армии, горожане. Это не является проблемой для армии, потому что молодых людей достаточно много. С демографией населения сокращается, но не такими темпами, как в демократических России и на Украине. Но, тем не менее, это проблема социальная, потому что люди в деревнях, молодежь в деревнях стремится служить в армии. Это для них определенная, так сказать, социальная лестница, определенный социальный лифт, возможность повышения своего социального статуса. Горожане стремятся уклониться от службы в армии. Это фиксируется, это обращается внимание. Идет отток молодежи из села. Она там есть, в отличие от нашей страны. Село в Белоруссии не вымирало последние 20 лет. Но при этом молодежь рвется в города, в значительной степени рвется за границу и в Россию, и в Европу, потому что находит для себя мало возможностей применения. Это не только связано с естественным стремлением расширить свой кругозор. К сожалению, это связано с тем, что в значительной части Белоруссии не везде есть места исключительно богатые. Но в значительной части Белоруссии село – это село в нашем исходном советском понимании слова. Есть очень серьезная проблема, которая, собственно, и развалила Советский Союз. Это проблема, которая называлась проблемой свободного времени. Людям обеспечены нормальные человеческие условия жизни. В этом отношении Белоруссия отличается от остального постсоветского пространства не только от России, но и от Прибалтики, как небо от земли. Но при этом, когда вы удовлетворяете первичные потребности человека, вам нужно предоставить возможности самореализации молодежи. Этих возможностей для молодежи недостаточно. Они есть, но их недостаточно. Молодежи недостаточно возможности проявления инициативы, но выражаясь молодежным языком, недостаточно драйва. Понятно, что это определенная психологическая закономерность, что имеем, не храним. Люди в Советском Союзе не верили, что они могут попасть в ситуацию безработицы, что они могут попасть в ситуацию отсутствия социальных гарантий и так далее. Сегодня точно так же ошибается значительная часть белорусской молодежи, но это их естественная позиция. И белорусское государство пока с этой проблемой справится, насколько я могу судить, не может. Пожалуйста, звонок. Добрый день, я военный пенсионер, меня зовут Сергей, я слушаю давно радио. И все происходящее всем нам известно. Давайте что-то делать, собирать голоса за коммунистическую партию и собрать их и предоставить на стол Путину и Медведеву. Сколько против них, сколько против этой партии, тогда только произойдут изменения. То есть, опять выборы пройдут, а опять они будут на коне. Сергей, прощите, пожалуйста, о каких выборах вы ведете речь? В России, по-моему, в последний раз выборы были в 95-м году. По-моему, в России в прошлый раз выборы были в 95-м году. После этого то, что происходило, больше напоминало фаз, чем выборы. И извините, конечно, я, так сказать, уважаю ваши политические симпатии, но руководитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов на меня лично, я могу ошибаться, на меня лично производит впечатление более верного сотрудника администрации президента, чем... Да, я говорю правильно, за коммунистов нужно говорить, потому что у них готово, и все готово, чтобы только Россию поднять и, как сказать, на место поставить. Сергей, если бы коммунисты хотели бы прийти к власти российские, руководству КПРФ, они бы это сделали в 96-м году, когда господин Зюганов, как он сам признал сейчас, что он знал, что он выиграл выборы 96-го года, и, повторю еще раз, вероятно, как-то недостаточно четко артикулировал, с моей точки зрения более верного сотрудника администрации президента, чем господин Зюганов, у администрации президента нет, потому что все живое он из руководства КПРФ вычищает железной, не дрогнувшей рукой. Пожалуйста, следующий звонок. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ольга Олеговна, Московская область. А скажите, пожалуйста, с точки зрения белорусского народа, белорусского руководства, какой им смысл в этой так называемой интеграции с нашей коррумпированной страной? Не получится ли так, что наш монстр просто маленькую Белоруссию, как оставшуюся авиас социализма и социальных гарантий, просто заглотит и ничего от нее не оставит? Я понимаю, если бы был союз государств под руководством Лукашенко, который, может быть, сумел бы разогнать эту банду. Ольга Олеговна, вы правы, именно это является главным тормозом для интеграции, потому что дальнейшее углубление интеграции уже требует передачи некоторых, пусть даже небольших, властных полномочий. Понятно, что передачи от Белоруссии как меньшего участника России, как большему участнику. Соответственно, Белоруссии нужны гарантии. Причем Белоруссии нужны гарантии не на словах, не на бумаге, а такие гарантии, которые нельзя было бы нарушить. Это само по себе очень сложная техническая задача, как обеспечить такие гарантии, даже если хотят их обеспечить обе стороны. А вот, к сожалению, российское руководство вести разговор в таких терминах, насколько я могу судить, в принципе не способно. Не то, что хочет или не хочет, оно не способно давать кому бы то ни было какие гарантии. Зачем Россия и Белоруссия? Очень простая вещь. Это огромный рынок сбыта. 10 миллионов человек могут для себя производить, ну, грубо говоря, только картошку. Все остальное они должны производить для других стран. Мы очень важны для Белоруссии как рынок сбыта и в перспективе как рынок сбыта машиностроительной продукции, потому что в Европе они выигрывают, в общем-то, за счет цены. У нас они могут производить то, что мы утратили возможность сами производить или не производили никогда в рамках советской интеграции. Кроме того, у нас нефтедоллар – это большие инвестиции, которым тоже интересны. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте. В новостях по Народному радио я слышал, Кудрин сказал, благоприятный инвестиционный климат. Что за деньги, что они хотят инвестировать? Хотелось бы узнать поподробнее. Спасибо. Ну, Кудрин и другие либералы понимают под благоприятным инвестиционным климатом ситуацию, которая максимально благоприятствует скупки иностранными корпорациями, интересующих их российских активов. Они собираются осуществить очередную волну приватизации. Как сказал президент Медведев, все не стратегические, не инфраструктурные объекты, из этих объектов российское государство должно выйти даже из блокирующего пакета. То есть, российское государство должно утратить возможность на деле влиять на управление этими активами. Ну, кроме инфраструктуры, кроме стратегических объектов, но список стратегических объектов сокращен до полного безобразия. То есть, речь идет о новом этапе приватизации, о новом этапе распродажи Российской Федерации по принципу «жену отдай дяде», ну, а сам иди по известному адресу. Пожалуйста, следующий звонок. Доброе утро, Михаил Геннадьевич. Это Надежда Петровна, Москва и Стоя. Да, Надежда Петровна. Скажите, пожалуйста, вот это заявление нашего руководства по поводу децентрализации государства, вы знаете, оно вызвало шок у населения. Вы понимаете, это же уничтожение российского государства. На мой взгляд, это преступление против народа в России. Ответьте, пожалуйста, и прокомментируйте. Спасибо. Ну, некоторая децентрализация, с моей точки зрения, необходима. Другое дело, что она должна быть не формальной, а реальной. У нас формально есть местное самоуправление. А на практике оно лишено денег, оно лишено полномочий, оно лишено всего, и все, что оно может, это потихонечку, грубо говоря, грабить население. Ситуация абсолютно неприемлемая. Налоговые потоки должны быть перераспределены в пользу местных властей, чтобы они имели свои деньги, чтобы у них был интерес развивать местное хозяйство или содействовать развитию местного хозяйства, и чтобы они могли сами решать свои вопросы. Потому что наша страна всегда, и во времена Российской империи, я думаю, как столько вы это знаете, даже во времена Советского Союза, она обладала очень сильным и эффективным местным самоуправлением. Иногда неформальным, да, но оно было всегда. К сожалению, сейчас оно уничтожается. Второе направление, то, что у нас, скажем, выборы мэров городов, вопрос о губернаторах там можно обсуждать, но вопрос выборы мэров городов, мэры должны выбираться, это понятно. У нас сейчас уже уничтожается система выборов этих мэров. Да, может быть клоун, может быть бандит, но практика показывает, что клоун и бандит гораздо чаще назначаются из Москвы, чем выбирается жителями того или иного города или того или иного региона. С гораздо более тяжёлыми последствиями, потому что выбранные людьми чувствуют свою хотя бы потенциальную ответственность перед ними, а назначенные сверху чувствуют свою ответственность только перед назначившими его чиновниками Московской администрации, администрации президента. Так что некоторая децентрализация необходима, но я боюсь, что наши руководители, к сожалению, имеют в виду не ту децентрализацию, которая действительно нужна стране, к которой она привыкла, а ту децентрализацию, которую имел в виду Ельцин в 1991 году, когда сказал, берите суверенитеты сколько хотите. Я думаю, что никто уже не сомневается, что значительная часть Северного Кавказа находится в составе России формально, а нереальная, и многие республики национальные тоже идут по этому пути, правда, чуть с меньшей скоростью. Пожалуйста, звонок. Добрый день. Здрасте. Вы сказали, проблема реализации молодежи в Беларуси не решена, точно так же, как в Советском Союзе. У меня вопрос к вам. Что вы понимаете под проблемой реализации молодежи? Или это имеется в виду трудоустройство, или это имеется в виду развлекательное, познавательное? То в этом случае я вам хочу возразить, что примером для всей планеты именно была молодежь Советского Союза, которая была охвачена всесторонне, всеразвита. Значит, проблем здесь никаких не было. Если только, может быть, рэпа не было. Второй момент. Вы говорите, ошибались, что у нас нет безработицы. Что у нас была безработица? После окончания института каждый студент получал на проблеме. Я не говорил, что у нас была безработица. И не выгоняли с работы, как сейчас. То есть безработицы, наоборот, за тунеядство судили. И за тунеядство привлекали. И советский человек, неленивый, он всегда мог найти себе работу. Почему-то вы стараетесь обязательно клюнуть Советский Союз с любой стороны. Вы знаете, вы слушаете не то, что я говорю, а то, что вам кажется. Пожалуйста, внимательней относитесь к тому, что вам говорят. Тогда у вас будет меньше повода для выражения негодования. Я не говорил, что в России была безработица. Если вам это послышалось, значит, вам это послышалось. Это первое. Что касается молодёжи Советского Союза, да, она была охвачена всеми видами. Да, она была примером для молодёжи всего остального мира. Хотя, скажем, в ГДР этот охват был более разумный, более эффективный. Но то, что было в нашей стране, было недостаточно. Потому что, если бы потребность молодёжи в самореализации была бы удовлетворена, эта молодёжь не уничтожила бы свою страну. Я 68-го года рождения. Я очень хорошо помню, как это происходило. Здесь вопрос, к сожалению, не в формальном охвате. Здесь вопрос в охвате реальном. Понимаете, потребность молодёжи всё время меняется. Они не то чтобы растут, они всё время меняются. И государство за ними не поспевало в Советском Союзе. И, с моей точки зрения, не поспевает в Белоруссии. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, доброе утро. Здрасте. Меня зовут Наталья. Я абсолютно с вами согласна. Нельзя не видеть вещей, которые тогда были фагубны за страны. Потому что, если вы считаете, что всё в комплексе было замечательно, при этом, если не комсомолист, и даже фальшивый, и никуда не мог подключить, не имея этой системы, так сказать, архитекту, то вот из этого всё и складывалось. Сейчас самодвёртся в любых странах. Она в свете Евангелие поможет строить свою жизнь. Она тем самым превращается к традиции, потому что все эти милостные апатриоты, которые готовы уничтожить то, что является основной составляющей патриотизма, они не понятны. И в этом плане народный фронт, я считаю, и в действии, если свои мысли, мы будем вести в православную, строить филиправославную, страну православную. Как вы считаете, поможет нам в России? Ну, вы знаете, прежде всего, техническая поправка. В Советском Союзе молодой человек, не будучи комсомольцем, мог поступить в ВУЗ. У него были бы определённые трудности. Не в каждый ВУЗ он мог бы поступить, не будучи комсомольцем. Но я просто лично знаю одного ведущего, одного из наших официозных телеканалов, который был исключен с комсомолом в 1982 году в школе, и после этого нормально поступил. Ну, с трудностями, но поступил в ВУЗ без всякого блата, без волосатой лапы, без денег. Что касается построения общества православных, ну, вы знаете, вообще-то есть такая прослойка, как атеисты. Я уж не говорю про другие традиционные религии. Я считаю, что нужно уважать религиозные чувства всех, включая атеизм, потому что, ну, это определённое, так сказать, отрицание религии – это тоже определённая форма религии, с моей точки зрения. Пожалуйста, следующий звонок. Здравия желаю. Здравия желаю. Сергей Борисович, тревожный. Очень приятно, Сергей Борисович. Спасибо за рассуждение, доказательство. Значит, Михаил Геннадьевич, вот вопрос какого плана. Значит, если с 1 августа и далее предполагается, вернее, уже реализуется следующий этап обувальной приватизации, так, который прикрывается красивыми словами об уходе неэффективного государства из модернизируемой экономики. Так вот, если знать, что 75 тысяч заводов и фабрикой, из 145 тысяч работавших в 92-м году накануне начала приватизации первого этапа, уничтожены физически, ещё 30 тысяч находятся в стадии банкротства и последующая такая же судьба – физическое уничтожение. То есть это плановая, сознательная деиндустриализация страны. Тогда, наверное, надо вывод-то делать, что не приватизация – не ошибочное явление, не плохо оформленное законодательное и прочее, а что это преступный механизм превращения страны в пустыню и освобождения от территории, от лишнего населения с точки зрения цивилизованного Запада. Так, наверное, надо не озвучивать это просто, а создавать движение по ликвидации приватизации как механизма на первом этапе общественный трибунал с отзывом личной подписи 80 миллионов участников приватизации первого этапа. Эти подписи сохраняются в подвалах Росимущества. Их нужно через отозвать подписи, ликвидировать юридическую, то есть превратить приватизацию с точки зрения юридической никчемную статус ей придать. А потом второй этап – придать гласности через Госдуму и устроить судебный процесс над идеологами, организаторами отечественного родлива и их консультантами, которые до сих пор пашут в структурах правительства и администрации президента. Спасибо за будущий ответ. Значит, две поправочки. Во-первых, с 1 августа начнется не новый виток приватизации, а только будет к 1 августа подготовлен план нового витка приватизации. Во-вторых, то, что вы говорите, можно было бы сделать, если бы власть в стране принадлежала народу или его представителям. С моей точки зрения, власть в стране принадлежит бюрократии, той самой, которая осуществляет описанную вами политику, которую сложно назвать иначе, как преступной. Если вы думаете, что через нынешнюю Госдуму, в которой сидят такие верные слуги правящей бюрократии, с моей точки зрения, как господа Зюганов, Жириновский, Миронов, я уж не говорю про Единую Россию. Вы собираетесь через неё что-то провести? Ну, что называется, посмеёмся вместе. Что касается развития гражданских инициатив, к сожалению, сейчас российское общество занято в основном собственном выживании. Я попытался реализовать некоторые гражданские инициативы, я потратил на это год жизни, и, вы знаете, никто не шелохнулся, за исключением нескольких сотен людей, нескольких тысяч людей, извините, пожалуйста. Так что можно выдумывать, что бы то ни было, но до начала системного кризиса это останется, так сказать, глазом выпиющего по радио, или в лучшем случае по телевизору. Пожалуйста, следующий звонок. Я думаю, что вы дискредитируете Зюганова только потому, что он имеет, один он имеет возможность сделать главное, национализировать то, что награблено у народа, а ещё лучше экспроприировать. Спасибо. Спасибо большое. Но, вы знаете, я немножечко знаю господина Зюганова и лично, не могу назвать его товарищем, в отличие от вас, судя по всему. Я немножко помню историю Коммунистической партии Российской Федерации. Я знаю, как господин Зюганов пришёл к власти в 1993 году в КПРФ, когда, насколько я помню, он был... Знаете, советники Ельцина стыдились поддержать расстрел Белого дома. Они были всецело на его стороне, но они понимали, что так делать нехорошо. А товарищ Зюганов, насколько я помню, поддержал. И именно благодаря этому он стал руководителем КПРФ. И прекрасно он поддерживал, когда от его партии что-то зависело, разрушительные бюджеты, которые уничтожали страну, в частности, в 1997 году. То есть, там произносились все правильные слова, а потом производились неправильные действия. И сейчас, если бы от господина Зюганова что-нибудь зависело, он побежал бы бегом, поджав хвост за инструкцией в администрацию президента. Он, конечно, сейчас надувает щёки, рассказывает, что он оппозиционер. Довольно много людей за него проголосуют просто потому, что больше голосовать не за кого и больше надеяться в этой Государственной Думе не на что. Но всех людей, которые были дееспособны в его партии, он из этой партии вычищал достаточно жёстко. Ровно за то, что они были дееспособны и могли создать правящей бюрократии какое-нибудь неудобство. Так что, безусловно, вы можете не разделять мои точки зрения, это моё личное мнение. Но это личное мнение, так сказать, подкреплено 18 годами последней истории России. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Людмила Александровна из Москвы. Я хочу задать вам такой вопрос. Вот вы были в Белоруссии и живёте в России. И вот сопоставить. Я хочу сказать, очень часто слышим мы, что будет строиться город для миллиардеров у нас. Это уже с 2007 года об этом говорится. И сейчас опять поднимаются эти вопросы. Это, конечно, будут дворцы-бункеры, потому что люди, эти миллиардеры, знают, каким путём они пришли к богатству и к власти. И по нищете народной, какой мы живём, на чьи деньги эти миллиардеры будут строить, конечно, не на свои. Объясните мне. И ещё, в какой резиденции, вот как скромно, как порядочно живёт Лукашенко по сравнению вот с тем, как у нас шикуют и жируют. Спасибо вам. Ну, вы знаете, я не видел, честно говоря, в какой резиденции живёт Лукашенко. Вот правда не видел, не знаю. Даже фотографий в интернете не видел. Но я знаю, что, например, в Минске отреставрирован совершенно роскошным образом театр оперы и балета. Вообще-то говоря, лучше это назвать дворцом оперы и балета. Там построена огромная национальная библиотека, суперсовременная, которой нет в России по масштабам и по эффективности организации, включая интернет и все современные технологии. Насчёт наших миллиардеров, ну, вы знаете, есть действительно бизнесмены, которые заработали большие состояния. Не знаю, заработали они сотни миллионов или миллиарды, это я уж не знаю, свечку он держал. Но то, что у абсолютного большинства российских олигархов нет других денег, кроме тех, которые они украили у народа России, с моей точки зрения, здесь в этом никаких сомнений нет. И когда они говорят, что мы что-то построим на свои деньги, в переводе на русский мы что-то построим на ваши деньги. Меня глубоко потряс гражданин Ясин, ему много лет, это один из идеологов либерализма, ему уже много лет, в таком возрасте, в общем-то, уже люди задумываются о Боге обычно, который сказал, что люди, которые думают, что у них что-то украли в ходе приватизации, должны покаяться, по-моему, и забыть об этом. У вас ничего не украли, потому что у вас ничего не было. Знаете, это типичный подход бандита, когда он отнимает у вас кошелёк, и говорит, а теперь забудь, лох, что у тебя это было, забудь, что у тебя эти деньги. Такое можно было слышать из уст, нормально слушать, из уст молодых агрессивных людей, относительно молодых, типа того же Чубайса, но в устах человека пожилого, в общем-то, пожившего, далеко не сразу пришедшего к либерализму, это вывезет как верх бесстыдного цинизма. Да, про Беларусь, может, я бы и сегодня не успею завершить, тогда отложим на следующую передачу. Пожалуйста, звоночек. Да, звоночек, слушаем вас, мы в эфире. Алло, добрый день. Здрасте. Михаил Викторович. Да, слушаюсь. Я давно слежу за вами, вы мне очень нравитесь, но скажите мне, пожалуйста, а вы с кем? Не с Югановым, не с Единой Россией. А нужно быть обязательно с кем-то? Нет, ну все-таки... Нужно обязательно иметь хозяина? Нет, нет, я не хозяин, просто... А как вы относитесь к новому правовому делу, которое назревает? Ну, с моей точки зрения, новое правовое дело это партия олигархов и обслуживающего их персонала. Все-таки так, да? Конечно. Но господин Прохоров Куршевельский, который прославился совершенно бесстыдными загулами в Куршевеле, так что даже французская полиция, которая много чего насмотрелась, не выдержала. Простите, пожалуйста. Ну, о чем здесь идет речь? Ее мобиль, насколько я понимаю, делается в Белоруссии, за некоторыми исключениями. Там российского, может быть, сам Прохоров. Так что это хороший пиарщик, у него грамотный пиарщик, у него все очень красиво, но это партия А бизнеса, и Б это партия олигархического бизнеса, который, правда, пытается себя изобразить как партия среднего бизнеса. Слова они будут произносить правильные, но, вы знаете, люди, которые проводили ваучерную приватизацию, даже они говорили правильные слова. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич. Вы знаете, я очень коротенько, время мало остается, но, вы знаете, все-таки не могу не сказать. Вот по поводу нашего уважаемого Дюганова. Дело в том, что в 96-м году еще, ну, мне пришлось так и получилось. Ну, вроде бы так, помогать, агитировать. И, знаете, уже тогда, тогда даже у меня заразились какие-то сомнения. Думаю, что-то не то. Вот. А недавно, ну, а потом они, естественно, укрепились. А теперь, вот недавно я была членом избирательной комиссии, и, знаете, столько людей подходило и говорили, да, ну, голосую за Дюганова просто потому, что не Закова. И, а большее число, большее число людей, мнение такое, что, ну, кого-нибудь еще бы выделили, только не его. Ну, потому что, действительно, ну, вот здесь вот вы просто подтвердили мои догадки. Ну, вы знаете, огромное количество людей жаждет кого-нибудь еще, и на самом деле, с моей точки зрения, как раз это и есть причина нелегитимности будущих выборов. Не только, вероятно, огромные масштабы фальсификаций, не только заведомо недобросовестный, заведомо неравный доступ к рекламе, но, с моей точки зрения, главной причиной нелегитимности предстоящих нам выборов в Государственную Думу будет то, что у нас партии отражают ситуацию начала 2000-х годов, в лучшем случае. У нас партии закостенелые, они не умеют меняться так, как демократы и республиканцы в Соединенных Штатах Америки. Они один раз получились, и вот они живут в закостенелом виде. А общество совершенно уже изменилось по сравнению с тем моментом. И огромной части страны просто физически не за кого голосовать. Возможности проявления сил, которые там отражают современные потребности, современной политической потребности общества, современной социальной структуры общества, эти силы, они ликвидируются и не допускаются государством до выборов под любыми предлогами. Я достаточно скептически отношусь ко многим из них, потому что я тоже их, к сожалению, знаю хорошо. Политика – это дело не всегда приятное. Но выборы, с моей точки зрения, будут нелегитимными, потому что людям не за кого голосовать. И виновата в этом не общество, а правящая бюрократия, которая осознанно уничтожает любую попытку людей политически самоорганизоваться. Пожалуйста, следующий звонок. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Елена Москва. Да, Елена. Вы знаете, вот навязанная, так сказать, структура управления по партийному признаку – это самое худшее для России. В принципе, это масонский принцип заковаления народа. И поэтому я, в общем-то, надеюсь, что все-таки доживем до того времени, когда партийностей вообще не будет, а будут народные собрания, волеизъявления народные. Допустим, в Беларуси нет партийности, там нет таких партий вообще. Там народное собрание Беларуси. И все представлены сосложности, и крестьянство, и рабочие, и интеллигенция, и так далее, и так далее. По профессиональному признаку и по социальному. Спасибо большое, Елена. Ну, в масонстве, честно говоря, не силен, но в России действительно все партии, кроме КПСС и Единой России, они выглядят выдуманными. Также Единая Россия выглядит простым придатком правящей бюрократии везде. Практически везде. Я допускаю, что идея партийности нашей культуры чужда, но, безусловно, выборы должны быть по одномандатным округам. То есть, люди должны своего избранника видеть, смотреть ему в глаза. Потом эти избранники могут объединяться в объединении, что называется, по интересам, по партиям, да как угодно. Но выбирать они должны конкретного человека. Скажем, в Великобритании, там, где вроде бы выборы ведутся по партиям, там на самом деле люди голосуют за конкретного человека на конкретном избирательном участке. И победа партии складывается не из голосов, отданных за эту партию, а из голосов, отданных за ее одномандатников. Ее одномандатники воюют. Да, существует партийная машина, там все-таки западная демократия. Да, но даже там люди голосуют в основном за людей. И нам необходимо возвращение к одномандатной системе, когда депутат будет представлять своих избирателей, а не партийных чинуш. Есть еще одна причина, по которой для нас плохо приспособлена партийная система. Особенность русской культуры – мы живем в одностороннем симбиозе с государством. Государство воспринимается как нечто целое. Мы живем не в природе, не в стране, мы живем в государстве. И делить его, дробить его на партии нам противоестественно. Я вынужден с вами попрощаться. Наше время истекло. Через неделю мы продолжим разговор про Белоруссию. Сейчас я рассказал о ее достижениях. Ну, а через неделю поговорим уже больше о ее проблемах. Спасибо. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok